В Украине производится примерно там от 10 до 12 миллионов штук саженцев плодовых. Если говорить много это или мало по количеству, для того чтобы нам успешно сады перезакладывать, сейчас этого уже мало, нам нужно до 20 производить, тогда мы скажем примерно к 20 году сможем выращивать плодов и ягод, такое количество, которое в общем-то удовлетворяет, соответствует медицинской норме. То есть 79-80 килограмм на человека. Поэтому мы каждый год должны садить до 20 тысяч гектаров садов. Тут речь идет и о том, что, скажем, часть садов, которые уже они исчерпали свой ресурс, и их нужно раскорчевывать. То есть примерно половина из этих 20, она идет на замену, а половина для того, чтобы площади увеличивать. И сейчас, если мы имеем там около 100 тысяч гектаров, я имею в виду тех садов, которые, товарных садов, не берется население, то их нужно довести до, значит, 350 примерно тысяч. И потом за счет увеличения урожайности мы и за счет увеличения площадей мы можем достичь производства там 3,5-4 миллиона тонн. Это то, что производила, скажем, Украина там в 80-х годах. И таким образом обеспечить не только свое население, и что-то мы могли бы еще продавать и дальше развиваться. Это что касается количества посадочного материала. Если говорить о качестве посадочного материала, то здесь ситуация такая, что мы имеем около 10-12, по некоторым паролям только 7% оздоровлено от вирусных болезней, тестированного посадочного материала. И здесь работы еще очень много. Конечно, мы над этим работаем. Для того, чтобы за 5 лет выйти на производство абсолютно всего тестированного посадочного материала, сейчас мы начали строительство вирусологичного тепличного комплекса. Работа там, ну, я скажу так, на 30% сейчас выполнена. Строится за деньги государственные. И это, в общем-то, стройка не наша институтская. Это делается для нашего государства. То есть обеспечить государство полностью тестированным посадочным материалом. И здесь, конечно, сейчас мы ищем и другие, скажем, пути финансирования, исходя из того, что государственный бюджет сейчас так напряженный, будем говорить. Через то ищем другие пути для того, чтобы завершить, если не в этом, то в следующем строительство этого вирусологического комплекса. Параллельно с этим наука работает над тем, чтобы мы имели исходный посадочный материал, то есть исходный материал, который потом будет тиражироваться и размножаться в базовых, господа, хозяйствах в Украине. Здесь лаборатория вирусологии наша работает. Мы имеем оборудование, приборную базу европейского уровня. Здесь все нам удалось покупить, обучить людей, в том числе и в Голландии. И сейчас, скажем так, примерно 150 сортов различных пород мы имеем исходный посадочный материал, который годится для размножения. И нас сдерживает только то, что, скажем, эта лаборатория в таких крупных масштабах мы тиражировать не можем. Через то сейчас мы, с одной стороны, подбираем базовые хозяйства и начинаем с ними работать с тем, чтобы подвести их, так сказать, качество их работы, квалификации под то, когда они будут получать отсюда исходный материал, растиражированный в этом комплексе. И, с другой стороны, смотрим на перспективные сорта и тоже занимаемся их оздоровлением. Вот такая ситуация, которая касается именно вирусологического состояния посадочного материала. Если говорить о чисто техническом, технологическом качестве этого посадочного материала, то, скажем, из этих там 12 миллионов, что производится, большинство отвечает этим требованиям. Если говорить о наших хозяйствах, то, скажем, там и процент оздоровленного посадочного материала гораздо выше по некоторым породам, там оно до 100% доходит, по некоторым 50%. В зависимости от того, когда мы начали работу в этом направлении. И тут получается у нас такая ситуация вроде бы парадоксальная. С одной стороны, тот посадочный материал, который сейчас производится, особенно если прошлый год взять, ну, учитывая, скажем, осеннюю и вот весеннюю реализацию, тут пока я не могу точно сказать, сколько продано посадочного материала. Но если считать только осеннюю реализацию, ну, я скажу так, что, ну, наверное, процентов 50-60 только посадочного материала реализовано. Сейчас, конечно, тоже там реализация заканчивается, мы будем результаты знать, но тенденция одна, что, скажем, в производственном секторе площади ежегодно закладываемых садов снижаются. Так можно привести пример, ну, скажем, ту статистику, которую я имею, которую министерство наше имеем, но мы ориентируемся по тому, сколько проектов изготовлено, подают хозяйство документы на компенсацию закладок этих, о чём я немножко дальше скажу. То получается так, если, скажем, там в 10-12 годах в среднем мы садили так 3-3,5, какой-то год там вышло на 4 тысячи гектаров садов, то по той статистике предварительной, которая у меня есть в прошлом году, вот те, которые подали на компенсацию, то есть это, по сути, производственные сады, 1 414 гектаров, то есть резко, резко снизилось. Причина, ну, я скажу так, что одна из основных причин, что, скажем, полутора процентный сбор от виноводочных изделий практически в 2013 году уже не поступало, он был включён в общий фонд государственного бюджета и компенсация не выдавалась. Ясно, что это определённым образом повлияло на то, что площади ежегодных посадок у нас уменьшились. Естественно, уменьшается и количество реализованного посадочного материала. Конечно, развитые питомниководческие хозяйства ищут выходы. Но если взять наше опытное хозяйство Артёмовской, опытной станции питомниководства, то они реализуют посадочный материал в Россию. И таким образом выходит, ну, скажем, Краснодарский край. Были случаи реализации, скажем, в Среднюю Азию. Но это не от хорошей жизни, во-первых. И во-вторых, ну, всё-таки у нас Украина всегда считалась, скажем, ну, садоводческой страной. Начинает хозяйство и заканчивая, скажем, в сёлах, возле домов, на приусадебных участках и так дальше. Конечно, и сейчас часть саженцев покупают люди у себя на приусадебных участках, высаживают. Ну, я скажу так, что это чисто для своего внутреннего потребления там в семье и так дальше. К сожалению, ну, дальше эта продукция никуда не идёт, хотя над этим нужно тоже работать. Я имею в виду, скажем, ну, если мы можем там посёлок молоко собирать, да, и там каким-то образом молокозаводы это задействуют. Я тоже думаю, что сейчас вот у нас уже создано ряд рынков оптовых, да, и, может быть, это было бы одно из направлений их деятельности, если бы они собирали в том числе и эти плоды и реализовали их потом на оптовом рынке. Хотя следует признать, что в большинстве случаев вот эти плоды, выращенные в хозяйствах населения, они ниже по качеству, чем в передовых производственных предприятиях. Ну, я скажу так, что, во-первых, эти сады возле домов, они часто бывают загущенными. Часто бывает, что это уже тот сортимент, он не отвечает современным требованиям. Знаете, ещё там 20 лет тому назад посадил там кого-то, вот, и больше. Это первое. Теперь второе, что эти деревья находятся рядом с домом. Его нужно опрыскивать, что тоже, в общем-то, не очень желательно. Кто-то там опрыскивает, кто-то не опрыскивает, кто-то просто не владеет этими знаниями. И через то, ну, они, в общем-то, как правило, качество худшего. Хотя есть, скажем, люди, которые, в общем-то, и доводят, получают высококачественную продукцию. Ну, это уже эти предприятия, но они относятся к производственному сектору, даже если у него там полгектара. Но он, это его дело, он этим занимается. Это что касается площадей. Теперь получается парадокс, что, скажем, своего посадочного материала мы реализуем, в общем-то, с трудностью имеем. И, с другой стороны, мы имеем базары по всех дорогах. И у нас вот тут в Чабанах стоят и продают, и, в общем-то, на вид это саженцы, в общем-то, и не плохие. Но когда начинали разбирать, ну, тут же получается так, что мы, как институт садоводства, мы никак на это повлиять не можем. Ну, были со стороны государства, там, предпринимались несколько лет тому назад попытки ввести его в цивилизованное русло. Ну, так оно продолжение не получило. Но, скажем, качество посадочного материала и особенно, скажем, заболевания, там, такие, скажем, ну, например, типа бактериального рака, возможно, там, манилиальные, то есть, болезни, связанные, там, скажем, с развитием манили и так дальше. Они тут присутствуют. Часть этого материала завозится из Молдавии. И я не хочу ничего сказать о там садоводстве или питомниководстве республики. Это, как правило, тоже завозится из таких частных питомников, которые там, в общем-то, каким-то образом они там, ну, границы, знаете, как у нас нет. И через то, опять же, опять же, они попадают к нам в сады, а дальше эти болезни там разносятся, тоже тиражируются. Это с одной стороны. С другой стороны, ассортимент. Он не всегда отвечает требованиям погодно-климатических зон там. С другой стороны, скажу так, ну, не всегда сорт на этикетке соответствует тому саженцу, который он там есть. Другой раз продается, ну, любой сорт спрашивает, любой у него там есть. Оно просто продается. Я знаю случаи, что, скажем, люди, не знающие, они там даже покупают не ту породу, которую хотят там вместо, скажем, черешни там, вот, яблони получить или еще что-то. Ну, не все люди понимают. Они там берут, очень часто, да, еще такое, что саженцами стоят, они там пересушены, в результате они не проживаются и так дальше. Ну, тут так. Я понимаю, что нужно его в цивилизованное русло ставить. Должно на рынках продаваться. Должны люди иметь лицензию на продажу этого посадочного материала. И должен сказать, что одним еще таким может быть побочным, наверное, эффектом, возможно, от того, что мы введем свой вирусологический комплекс и будем тиражировать сертифицированный посадочный материал. Это то, что, скажем, тот материал, который выращен из материала нашего комплекса, он будет под определенной этикеткой. И, скажем, он уже, это будет гарантия того, что, скажем, как в Европе, этикетка гарантирует качество этого саженца. Вырастил тысячу саженцев, ты получил тысячу этикеток. И тогда, скажем, потихоньку оно это все тоже там тоже отпадет. У нас два года назад создано специальное подразделение, ну, скажем так, что это творческая группа, которая объединяет, начиная от агрохимиков, почвоведов и заканчивая там агротехниками, с автоведами, экономистами и так дальше. И если нам человек обращается, мы можем подготовить ему проект закладки сада, начиная от того, как посадить, и включая вот его уже в производство, получение урожая. Под этот проект мы, если он это желает, мы можем подобрать ему посадочный материал, сказать, что вот ты поедь на нашу там Подольскую опытную станцию, поедь в Артемовск, у этот посадочный материал весь есть, там его покупают. Конечно, если ближе там какой-то питомник и не нашей системы, мы рекомендуем. И там для нас важно, чтобы сад был заложен высококачественным посадочным материалом, и там был получен результат. Это, если говорить о закладке сада, ну так, как принято под ключ, да. Если, скажем, человек, предприятие отдельно, человек обращается, скажем, для того, чтобы получить какую-то просто определенную консультацию, мы направляем его в соответствующий отдел, где он может эту консультацию получить. Часто выезжаем на место, чтобы посмотреть и тоже дать консультацию, скажем, как выращивать, как поступить, скажем, как обрезать сад и прочие такие консультации, ну, начиная от чисто производственных и заканчивая там даже консультацией по судебным делам, и, знаете, соседи там не помирились или что-то такое, это такое направление. Кроме того, мы у себя в институте и на наших опытных станциях проводим семинары, консультации по обрезке плодовых растений. Ну, мы берем там плату чисто символическую, там 20-50 гривен, только чисто на то, что связаны там с услугами проведения. Вот и у нас примерно две недели тому назад, вот здесь на опытном поле, все желающие, там их около 30 человек вот собрались, мы провели, рассказали, как обрезается яблоня, как там, что обрезается, мы провели такую консультацию. На наших опытных станциях тоже такие консультации бывают специалистами, которые научными работниками, которые там работают, и наши туда научные работники выезжают. Кроме того, у нас на большинстве станций, это, как правило, сентябрь месяц, конец сентября месяца, проводятся такие мероприятия, которые, в общем, можно назвать таким понятием, как день сада, да. Там мы даем всевозможные консультации, продаем литературу, и в это время уже начинается реализация посадочного материала. Через 100 человек может не только купить, а получить консультацию, как его посадить, как за ним там ухаживать. Есть еще одно направление, это, скажем, на контрактных договорных началах работа и с производственными предприятиями. Ряд предприятий есть в Киевской области и так по регионах, там и сады Натбасса, мы с ними сотрудничаем. Вот, большие сады имеют, там, Крымская фруктовая компания, в том числе и в Херсонской области. Как раз мы сотрудничаем по вирусологическому направлению с ними. Мы сотрудничаем, одно из передовых хозяйств, это совхоз Белозерский. Там тоже регулярно наши специалисты бывают. И там, вот, и в этом году, в прошлом, на договорных, значит, основах мы определяли там пораженность у них болезнями. Давали рекомендации, как с этого положения там выходить. И то есть сотрудничество так ведется в тех направлениях, в которых я сказал.